С уволенными работниками Волжского дизеля имени Маминых провели встречу, в ходе которой попытались решить вопрос с трудоустройством. Напомним, около 150 человек остались без работы, потому что старейшее предприятие Балакова закрылось. Ну, случилась вот такая ситуация. Нам тоже очень мы расстроены с этой ситуацией. Вот сейчас пытаемся сделать все, что возможно в этой ситуации. Вернуть залог, как девушки на втором ряду, пока не представляется возможным. Поэтому давайте исходить из реалий сегодняшнего дня. Что мы можем сделать, чтобы помочь вам и вы сами себе? Депутат Государственной Думы Николай Панков порекомендовал местной власти не оставлять людей без работы и отследить их дальнейшее трудоустройство. Для этого и была проведена встреча, на которой директор Центра занятости Андрей Миронов подробно рассказал, какие вакансии и программы имеются на сегодняшний день. Кроме этого, он доложил, что проработаны списки увольненных работников «Волжского дизеля» и практически каждому есть, что предложить. У нас есть вакансии от Центра занятости любого района нашей страны, любой области. Дело в том, что мы работаем все в единой системе. Смотрим по нашей базе на сегодняшний день. Машинист Крана. Кого нам заявлено? Балаковский строительный завод. Машинист Крана. Папати, Крановщик. Тюбинг-центральный машинист Крана. Балаково-центральный машинист Крана. То есть, сразу несколько предприятий по данной профессии у нас есть вакансии. Одной из основных площадок для трудоустройства увольненных работников считается Балакова-центролит, предприятие, на которое требуются рабочие таких же специальностей, какие были на Волжском дизеле. Поэтому туда пригласили на собеседование всех увольненных плавильщиков и литейщиков, формовщиков и сварщиков. Кроме этого, на завод пригласили и других сотрудников дизеля. Мы просмотрели списки, которые мы вводили, и составили свой список, кого мы хотели бы и приглашаем к нам на собеседование, порядка 27 человек. Еще одно предприятие, вагоностроительный завод, также отчиталось о том, что поработало со списком. Но оказалось, что пока на этом заводе вакансий нет. Работу могут предложить только токарю. При этом уволенные сотрудники Волжского дизеля высказали предположение, что вагоностроительный завод сам не в лучшем положении. Мол, и на этом предприятии постоянные сокращения. По поводу сокращения в апреле месяце ничего пояснить не могу, потому что официальной такой информации нет. Пригласили увольненных работников и на Северсталь, и на завод минеральных удобрений. На данный момент у нас есть следующие вакансии. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – пять вакансий. Разливщик стали – одна вакансия. И следствий ремонтник механослужбы сорта прокатного цеха – одна вакансия. Из списка, который представлен, мы его рассмотрели. Три человека у нас уже сейчас проходят собеседование. И точно так же можно прийти к нам в отдел кадров, заполнить анкету, и ваши кандидатуры будут рассмотрены. А между тем работники «Волжского дизеля» все-таки надеются, что завод возродится. Если возможно, прекратить этот беспредел, когда предприятие за предприятием, крупнейшие предприятия, умирает, умирает буквально, можно так сказать. А какие-то скороспелки, 100-200 человек, они всех работы не обеспечивают. Не значит ли это, что идет целенаправленная работа? Это вопрос и прокуратуры, которая живет за счет бюджета и живет неплохо. Идет ли работа в этом направлении? Было принято решение о том, что Александр Александрович Соловьев совместно с Николаем Васильевичем Панковом будут встречаться непосредственно с собственниками завода, и обсуждать перспективы того, что дальше будет. Спасибо. 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 Спасибо.